Здравствуйте! В эфире телеканал Айтон ТВ, программа Тайны Библейских Сказаний. В студии я и ее ведущий Александр Гурарье и автор, историк, журналист Петр Ликимсон. Петр, добрый вечер. Итак, в прошлой программе мы остановились на том, что царь Соломон приступил к строительству храма, практически уже основную часть построил и дальше возникли предвиденные сложности. Нет, почему? Все, значит, тоже все было нормально. Давайте просто вернемся. Я напомню, что храм строился, из камня добывались в каменоломне, расположенной неподалеку от Иерусалима, чтобы те, кто нас слушал, распространялись эти технологии. Причем, так как, на самом деле, в Торе запрещено обрабатывать железо камни жертвенникам. То есть, железо не должно касаться камней жертвенника, потому что железо – это орудие войны, а жертвенник – это, так сказать, Всевышнему. А чем же вы обрабатываете? О, нет. Жертвенник складывались из природных камней. Так его и сложили в храме. Но Соломон, старый Солома, решил распространить этот принцип еще и на все камни, из которых будет построен храм. То есть, что за… Поэтому написано в Библии, что не было слышно столько железа. Представьте, не было слышно ни одного… Ни один железный инструмент не использовался в предстоянии. Камни обрабатывали прямо в каменоломне, и уже из каменоломни их везли, значит, на место… В каменоломне-то их железом обрабатывали? Железом, железом. Считается, что железо… Хотя есть версии. Есть разные версии. Например, сказки говорят о том, что он сумел украсть его шмадрея, достать его шмадрея, царя демонов, такого червя, специального шамера, который сам обрабатывал любой камень. Есть версия, что под шамером подразумевается какая-то кислота, то есть, они еще шлиповали камни с помощью кислоты. Это известняка, понятно, что любая кислота, в принципе, его должна брать и хорошо обрабатывать. И вот эти камни доставлялись на строительство. Из них строился храм. О масштабах его мы рассказали в прошлый раз. Вот. Потом… Ничего нужно было столько золота и дерева, в принципе. Потом все это обшивалось, значит, кедровыми досками изнутри. Снаружи храм был облицован мрамором. Вот. Изнутри все это было обшивано с кедровыми досками. Это тоже описано точно. И дальше шла деревянная лепнина. Вот. О том, как делась лепнина, спорят. Некоторые говорят, что прямо резчики по дереву прямо резали на этих досках. То есть, работа шла на лесах. Вот. А некоторые говорят, что это была аппликация. То есть, сначала готовили эту лепнину, и потом ее, значит, пришпандоривали на стену. Но в любом случае лепнина была удивительно красивой. Вот. Всем казалось, что это, как бы, даже живые. На столе было красиво, что многим казалось, что это живые цветы совершенно. Но до тех пор, пока их, значит, не покрыли полностью, значит, большим слоем социального золота. То есть, весь храм был золотом. На пол тоже поселили золото. То есть, плиты, которым был хрит пол, они были покрыты золотом. Весь храм был золотой, на самом деле. Богато. Ну, вот для этого и нужно было столько золота. Столько и везли. Да для чего же везли. Правда, еще для царского дворца, там мы сейчас погреем. Откусили немножко. Потом, значит, естественно, делалась святая святых для ковчега. Для ковчега было сделано святая святых. В принципе, любая церковь, и синагога в какой-то степени отражает строительство иерусалимского храма, но и любая христианская церковь, она повторяет, что строительство иерусалимского храма, потому что христиане, в принципе, могут представить, как это все располагалось. Алтарь, притвор и так далее. Это все отражение вот этих частей храма. Святая святых, двор и так далее. Вот и там, значит, святая святых, это место для ковчега Завета, и над ковчегом Завета, значит, во-первых, Солмон Зардул расположить два золотых таких кировима. Как они выглядели, точно тоже никто не знает, но кировима, то есть какие у них были лица. Вот очень много спорят, что они свое представляли. Ну, понятно, что они так же, как на ковчеге, значит, два кировима смотрели друг на друга с закрытыми лицами, простирали крылья друг другу. Вот так же эти два кировыми высотой в 5 метров, 5 с чем-то метров, они с крыльями соприкасались друг с другом над самим ковчегом Завета, стоящим святая святых, куда только первосвященники могут заходить только первосвященники, только раз в году. Что там происходило дальше, никто не знает. Первосвященника привязывали, я забегаю вперед, первосвященника, он заходил в судный день, когда Бог судит свой народ. Первосвященника привязывали, значит, веревкой, вот он заходил, молился там, через некоторые, если он выходил живой, все в порядке, народ ликовал, все было прекрасно, значит, Бог простил грехи, и год будет хороший, но иногда его приходилось выволакивать за веревкой. Он там умер. Вот, и что там происходило, никто понять как бы не может. Умирал там первосвященник, приходилось выбирать следующего первосвященника, и было ясно, что состояние народа не такое хорошее, как хотелось бы, скажем. То есть, как бы он принимал на себя все грехи, что ли? Он не принимал на себя все грехи, нельзя доприять на себя, но он представлял еврейский народ перед Богом, и как бы, да, он в какой-то степени, он отвечал за весь народ, безусловно, за его духовное состояние, ненравственное. Вот, но это было, значит, было святая святых, тоже обитая, естественно, золотом, все было золотых плитков, все это было совершенно роскошно. Окна в храме были, были построены так, что они сужались изнутри кнаружи. Вот, почему? Потому что, на самом деле, истинный свет, как бы, это символизирует, что истинный свет должен быть, идет из храма, по всему миру. А, то есть, наоборот, обычный. Да, 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 нет, самое, свет из храма идет по всему миру. Там было, естественно, место для Минары, который еще сделал Бицалель по поручению самого Моисея. Вот, но нужна была еще куча храмовой утвари, огромная, например, там было так называемое море, Медное море, это был огромный чан для обмоворения первосвященников. Кстати, и еще была куча, нужна была куча таких тележек, значит, с медными ванночками, значит, для того, чтобы первосвященники, простые священники, короны и левиты, постоянно там мыли руки. Кстати, вот, чего я это сейчас вспомнил, сейчас у нас эпидемия коронавируса, и как раз на этой неделе читается в синагогах неделя глава Китиса, который начинается с указания того, что кроем первосвященников во время первосвященников обязательно должны быть руки и ноги, обязательно. И отсюда и пошла вот эта традиция мыть руки и ноги. Евреи, у евреев всегда, перед этим, омовение рук, обязательно, как бы, евреи были очень долго, единственным народом, у которых считалась вот эта заповедь обязательной, съем ног и рук. Арабы переняли это, но у них при желании можно вымыслить песком, считается, раскаленным песком, если в пустыне нет воды, что делать. Европейцы это не приняли, поэтому, когда в Европе бушевали всякие эпидемии, они обычно евреев обходили. Евреи соблюдали элементарные правила дезинфекции, во-первых, они были, помимо того, что мылись руки, еврейская женщина как минимум раз в месяц должна была пойти в век, у мужчины ходили в веку по сцену, то есть в ритуальный бассейн, там, окунуться с головой и так далее. Вот, и, естественно, так сказать, евреи болели меньше, но это поразил, как мы знаем, в Европе разговор о том, что вот евреи как раз все это и насылают, а сами-сами выживают. Вот, начались погровы, и была знаменитая папская булла, кстати, вот тогда римский папа защитил евреев и сказал, что они здесь ни при чем. Потом было специальное постановление папа, чтобы евреев не трогали, они не виновники эпидемии. Но это позже, это, естественно, уже все через века, а вот тогда надо было это все сделать. Этот бедный чан, этот огромный, там, на тысячи чем-то литров, все эти умывальники, потом были щипцы просто для углей даже. Ручка, там целый список есть. В чем это все нужно было делать самим, в Китае не закажешь, да? Нет, в Китае не закажешь, о, а евреи это сделать не очень умели. Но, и вот тут появляется снова хирам из Финикии, из Ливана, которого присылает царь хирам. Вот, и говорит, что он очень искусный мастер, он, естественно, за то, что присылает такого мастера, просит себе определенную плату, ну, как это, прислал человек, а вот тут будет работать это самое. Он его присылает, это тот самый хирам Абив, как его называют масоны, который считается основателем масонства. Вот, и то Библия говорит, дважды говорит о его, значит, происхождении, четко, значит, обозначен, что у него мать была, он, мать у него была еврейка. А вот, естественно, непонятно, значит, по версии, по одной версии он был, такие, финикийц, то есть, а по другой версии он был еврей, просто который переехал. Но сам был мастер, который умел, умел лить, значит, избитал различные изделия, но людей для его работы не было, евреям это было нафиг не нужно, пока что Соломон не стал столь искал. Поэтому он уехал в Финикию, там работал, умер, и его мать потом вышла замуж, его жена вышла замуж за финикийц. Как бы то ни было, этот человек приехал, значит, переехал в Израиль, построил огромный завод, причем завод на севере, на самом деле, не под Иерусалимом, а завод на нынешней границе между Израилем и Ливаном. Там было огромное литейное, просто, огромное литейное предприятие, меди там требовались, тысячи тонн на все эти дела, которые отливали, и вот потом оттуда везли все это в Иерусалим. Через всю страну, это достаточно долгий путь, как везли на Валах, наверное, тоже очень большая загадка, но, короче говоря, храм постепенно обустраивался. Строился он, как мы сказали, официально он строился в 7 лет, на самом деле строительство шло 6 лет и 1-2 месяца, где-то так, и все остальное время взяла подготовка. Соломон начал строить храм на 480 году выхода из Египта, значит, считается, что это очень легко посчитать, но, на самом деле, не очень легко посчитать, потому что историки спорят, когда же это было, правильно ли подчинено на 480 лет, потому что известно, что когда евреи вышли, на 480 году выхода, приходы в землю Абиталану, это по еврейскому исчиснению 2004, сейчас я вспомню, это 13-й век, я не буду сейчас бороться в голову точно по еврейскому календарю, 1248 год от сотворения мира, или нет, 1248 год от сотворения мира, но кто-то говорит, что, как они считали 480 лет, они, говорят, читали наверняка по каденциям первого священника, официально каденциям первого священника было 40 лет, никто столько не жил, умирали люди раньше, возьмем среднюю за 25, короче, есть спор, когда же на самом деле это было, и опять разница где-то примерно 120-130 лет возникает, неминуемо, вот, и празднование открытия храма было очень торжественным, во-первых, оно должно было, сразу после открытия храма планировалось отпраздновать свадьбу царя с египетской принцессой, в целом Соломон начал строить храм не сразу, где-то на пятый год, таким образом, когда он закончил открытие, произошло через 12 лет после его царей на царстве, то есть ему было 24 года, вот, и сама церемония тоже очень подробно описана в Библии, я советую ее прочитать, сейчас я скажу почему, описана она, во-первых, очень подробно, потому что ты это видишь, значит, собралась, естественно, куча народа в Иерусалиме, когда это было точно тоже, никто не знает почему, потому что мы точно знаем, что это было месяц от Тишей, и совпадалось с осенними праздниками, но у евреев очень много осенних праздников от Тишей, сначала мы празднуем Новый год, Роша Шана, два дня, потом идет судный день, и к этому тоже можно было приворочиться, значит, это самое, а потом у нас идет сукот семь дней, все это вполне достойные даты, которые подпадают, то есть мы знаем, в каком месяце было, приблизительно знаем, в каком году, но точно-точные даты, вот тут снова начинается спор, а был ли это сукот, или это была на Роша Шана, и так далее, ну, я повторяю, на самом деле, с учетом того, что речь идет о 8-9 веке нашей эры, это все уже совершенно неважно, мы спорим... Нивелируем, да, величина ошибки, там процент ошибки очень незначительный, в любом случае, но неважно, короче говоря, собралась огромная толпа народу, надо было сначала начать храм, значит, вот он стоит величественный, ключи у храма от царя, и народ, значит, надо передвинуть ковчег завета, то, что Моисей построил еще в пустыне, вместе со скрижалями завета, которые лежат в этом ковчеге, и со всей страны утром, значит, надо перенести из переносного храма, который завета установил в Иерусалиме, в этот самый постоянный. Естественно, переноска – это процесс, люди идут, значит, идет, сопровождаются оркестры. Оркестры были, сначала начали, вступили ударные, значит, кемуалы, там, перечислены какие ударные инструменты, кемуалы, потом струнные, значит, арфы, кеноры – это скрипки, значит, арфы, кеноры – это напоминающие инструменты, напоминающие скрипку, и вот толпа идет. Через каждые несколько шагов резали баранов и, значит, скот, тут же их оттаскивали, значит, в сторону, чтобы разделать и приготовить, значит, народу зажарить шашлыки. Поэтому кушать было что, поздравлять дороги. Ели через каждые, значит, под музыку ходили, и когда они подошли к храму, там уже левиты стояли, значит, стоял хор левитов, ждал, чтобы начать петь псалмы, вот это носит этот ковчег завета, и ударились духовые, духовой оркестр, серебряные и золотые трубы, значит, 120, по-моему, было музыкантов, сначала духовиков, и это зрелище, это все должно было произвести впечатление, заносили, и тут оказывается, что ковчег в двери храбрые не входит. То есть, рассчитали, это описывается, рассчитали вроде все точно, но как впритык, то есть, вот была ширина, там, скажем, ковчега, я не знаю, 90 сантиметров, и двери сделаны 90 сантиметров, и вот ковчег, значит, возник вопрос, как внести ковчег вообще, что сейчас на открытии храма, на церемонии открытия перестраивается храм, вот, ну, легенда говорит, что произошло чудо, и двери сами как-то раздвинулись, Богу, Соломон, значит, начал молиться, и двери сами раздвинулись, а потом то же самое ковчег, значит, донесли до святая святых, чтобы его внести, там произошло то же самое. Дверь сделали, рассчитывали же точно, вот, какая ширина, спросили, какая ширина ковчега, выяснили, точно такую же сделаем и ширину дверей, ну, по логике вещей, они входят, потому что надо было еще какое-то расстояние, чтобы люди его, и люди же их несут, чтобы они тоже прошли, вот, и снова произошло чудо, и снова Соломон взмолился, вот, и там целый диалог, значит, между дверьми и Соломоном, вот, и двери все-таки, и, значит, строки, двери сами собой расширились, согласно преданию, и ковчег как-то принесли, значит, внутрь, и великий комментатор Раши говорит, что именно в этот момент Бог простил окончательно Давиду грех с Батшебой, с Версавией, с Матфею Соломона, Соломон окончательно искупил грех отца, тот давний грех отца, вот, и, но, если так, когда начинаешь считать, значит, размеры святая святых и ковчега, и всего, что там стояло, то греш этого не может быть, что, и, они, это просто не должно было там размещаться, тем более, куда там входил первосвященник, вот, и ковчега это объясняет очень просто, что на самом деле в храме нарушались привычные нам законы пространства, да и времени тоже, поэтому все эти измерения, они оказывались зачастую нерелевантными, эти законы измерялись, самое интересное, я, например, и было еще несколько чудес в храме, например, сколько бы там ни стояло людей, всегда хватало места, когда доходило место за молитвы, значит, вроде бы все стояли впритык, когда приходило время кланяться, у евреев есть молитвы Шмана Иссе, 18 благословений, момент, когда надо чуть-чуть расступиться, отойти, сделать три шага назад, три шага назад и поклониться, вот, всегда было, находилось место, чтобы сделать эти три шага, поклониться, никто не чувствовал себя там стесненным, там не было как бы этого стеснений, сколько бы людей ни собиралось, собиралось иногда очень много, десятки тысяч людей, дорогу, вот, что самое интересное, я к этому лично, то есть я получил достаточно верующим евреем, что значит достаточно, я стараюсь соблюдать заповеди, я действительно верю в то, что Тора и Библия, это абсолютно, так сказать, правдивое свидетельство того, что было, но, так сказать, на счет, когда начинаются вот эти мидраши, что там нарушались законы о пространстве и времени, я начинаю несколько искусным преданиям, скажем так, я иногда, скажем, скептически, вот, и у меня был большой спор, я помню, с Адью, атеистом, но, одному, международным человеком в очереди левых, значит, идеологических взглядов политических, который возручался, это самое, сэшем возручался тем, что Шаром в свое время зашел на Храмовую гору, и с этого началась вторая арабская инсифада, и он говорит, да как уж мог, это же святое место, евреям-то, на вообще сейчас нельзя подниматься, потому что мы все нечистые, и это правда, кстати, человек говорил, как по-писанному, говорит, и вообще, это же такое место, там же нарушается закон о пространстве и времени, что не значит, я ему говорю, слушай, он говорит, атеист, это же левый, говорит, это самое, как ты можешь верить в то, что там нарушается обычный закон о пространстве и времени, говорит, а ты мне не указывай, во что мне верить, и во что мне не верить, так что вот каждый человек верит в то, что он хочет, Но из кульминации вот всего этого праздника, здесь праздник был огромный, потому что вот этот хор, оркестры, куча народу, и запах этого мяса, запах шашлыка со всех сторон, который несется, потом вдруг, значит, возникло такое облако, которое начало наполнять храм, и считается, что это Бог явно показал свое присутствие, тем, что он наполнил храм своим. — Это было облако или дым от мангалов? — Вот историки говорят, что это был не дым от мангалов, это просто зажгли храмовую курильницу, было еще там помимо этого начерпленника, там еще был такой специальный храм, сделал золотой такой начерпленник для воскурений, это значит, что только для воскурений. Естественно, зажгли эти воскурения, от которых идет огромный дым, и этот дым наполнил весь храм. То есть у историков есть объяснение вот этому чуду дыма, который окутал всех молящихся. И потом, значит, самая большая кульминация, когда Соломон останавливается у святых святых, он туда зайти уже не может, вот, но и произносит свою знаменитую молитву, которая очень долгая, достаточно затянутая, вот, и опять-таки есть споры, сам ли он написал эту молитву, или ему писали спичрайтеры придворные, так сказать, очень долго. Вот, да, Соломон был достаточно талантливый человек, чтобы не сам написать эту молитву, и молитва имеет огромное значение и в иудаизме, в принципе, и в христианстве, потому что она объясняет еврейское видение Бога, что такое Бог. Например, Соломон там ясно говорит, что Бог не может занимать какого-то места, понятно, что нельзя построить дом для Бога, это смешно, потому что вся Вселенная меньше, чем Бог, она умещается в Боге, а не Бог во Вселенной. Вот, то есть он излагает этот концепт, с одной стороны, с другой стороны, он излагает, говорит о том, какое значение имеет, сказать, храм для еврейского народа, для всего мира, для духовного центра, для условного еврейского народа и всего мира, потому что там происходит, именно там, в этом месте, божественное присутствие, то, что Бог есть, чувствуют все. Все ощущали, как бы, его божественное присутствие, вот, и одновременно он говорит, что, естественно, служить в этом храме, этот храм предназначен не только для евреев, это совсем не еврейское место только, хотя там служат евреи, находится он в Иерусалиме, значит, он предназначен для всех народов мира, и любой представитель народа мира, если он хочет прийти, значит, пообщаться с Богом, он не может пойти в сам храм, до определенного момента, он может пойти, он может принести там жертву и может помолиться. Так же, как сегодня приходит, например, стене и плач, это внешняя стена, вот, к этой стене вполне могли подходить не евреи и молиться. Я не понял, вплотную они могли подходить или нет, потому что есть место, нашли эту древнюю табличку, римляне, как бы, периода римского владычества, там написано, на латыни, на греческом и на еврейском. Не еврей стоит, дальше себе вход запрещен, под страхом смертной казни. И это, то, что написано в латынии на греческом, и на еврейском свидетельство, что это римляне, так сказать, одобрили это постановление, вот, до этого момента, до этого места не еврей мог идти, а дальше забыли идти евреи. А дальше вообще евреи не могли идти, дальше могли идти только коины, ну, уже за храмом, ну, и святая святых мог пойти только первосвященник, очень, только один человек. Вот, на следующий день, значит, после открытия храма... — Извините, а вот я хотел вот еще уточнить, вот вы говорите, вот молиться, он там молился, он это молиться сам написал, на каком языке это было? — На еврейском. — На еврейском. — Это на еврейском. — Очень важно, потому что многие говорили, что еврейства-то толком не было, говорили там на разных там языках. И еврей, безусловно, был тогда толком, еврей гораздо древнее Соломона, вот, и у нас есть, слава богу, так сказать, свидетельственные евреи более древние, чем пуха царей. Вот, на армейском евреи уже говорили после возвращения из Павелонского, это было позже. Затем свадьба. И вот свадьба, во-первых, свадьба с египтянкой, это многие не понимают. — Это были 12 лет, вот они как бы, типа, женихались, или как это происходило? — Да, он был девочкой, на самом деле-то, он же, мы рассказывали, когда он отправился в Египет, лишь после того, как фараон захватил город Гезарь, надо было уложить дипломатически, воевать, решать, что делать, воевать. — Самым первым способом было жениться на царевне. — Да, жениться на царевне. — На царевне, вот эта царевна повзрослела, наконец, дозрела до облачного возраста, ее привезли, привезли в Иерусалим. Вот, и она, больше того, царевна, как сказано, плясала на свадьбе сама, в честь мужа исполнила, там, некие особые египетские пляски, но все самые пляски, которые, в принципе, египетские, они плясали в своих храмах. — То есть, танец живота или что? — Не написано, фигуры не показаны, да. Но, как бы, да, но многим эти танцы действительно не понравились. От них пахло язычеством, это все почувствовали. Я сама принцесса... — Она еще не прошла ведь Геюр, да? Или как? — Вопрос о том, прошла ли она Геюр, это вообще вопрос. — Так нельзя же вроде как. — Многим не понравилось вообще, почему он должен был, царь должен был жениться на ней в реке. С какой это стать? С какого будула? — Мы объяснили, с какой, чтобы избежать войны с Египтом, цель-то святая на самом деле. — Нет, это не святая цель, это политическое, а святого там ничего нету как раз. И многим, особенно коринам, шрицам, это совершенно не понравилось. Было явное нарушение. Еще тут какие-то языческие пляски и так далее. И все это вызвало, безусловно, недовольство женического сословия, об этом говорят. Историки говорят, что недовольство было совершенно понятно. Они увидели наступление язычества, вдруг царь приводит, так сказать, в Иерусалим. — Да еще и в храм. — Нет, это не в храме. Это совсем не в храме. Свадьба состоялась отдельно. Причем тут храм? Но с храмом тоже завязка очень интересная. Значит, на следующий день, согласно… Я не рассказываю сказки, но сейчас расскажу. То есть, я специально избегал всех сказок про царя Соломона. Их великое множество. Вот. Но сейчас есть это самое… Но есть замечательная сказка об этой свадьбе. Значит, царя она решила, значит, что муж поспал утром подольше, значит, она… Ну, над Карачей был балдахин, естественно, тогда это было принято. Вот она сделала балдахин, значит, в виде… Расшитый такими золотом со звездами луной, так что было непонятно, это что и небо над тобой, или действительно, так сказать, балдахин. Вот. Короче говоря, и занавесила окна. И утром, естественно, после первой брачной ночи Соломон сильно задремал. Молодой царь, молодой муж, он задремал. А надо начинать службу в храме. А ключи у царя. И вот уже собрались священники у ворот храма, и собрался народ. Когда же начался… Ключи должны быть у царя? Да. Ну, ключи были у царя. Кто строил? Кто строил, у того и ключи. Вот. И народ ждет, народ волнуется. Уже как бы время… У евреев можно молиться, утреннюю молитву до полудня. Тут как бы время идет, значит, это самое… Царя все нет. А царь спит. А царь спит. И вот тогда, говорится, Батшева, которая была, кстати, ненамного… в 13-14 лет старше сына, то есть достаточно молодая женщина тогда была. Она сама пошла в спальню молодых… Слушай, его мать? Его мама, да. Мама пошла в спальню молодых, значит, увидела, что сын спит, сняла с ноги тапочек и начала его тапочком бить по голове и будить. И говорит, вот что делает мое чадо, как оно меня позорит. Вот такая типичная… Мне очень нравится эта сказка, потому что в Батшеве выступают мне типичные еврейские бабы, которые все равно там… Кто ее сын? Там царь, президент, миллиардер. Если нужно отдать тапочкам, значит, надо отдать тапочкам. Что делать? И вот Шло пробудился, значит, и быстренько побежал в храм, значит, творить службу. – На ходу натягивая мань. – Да. Проспал. Проспал. Человек. Забавная сказка, которую я очень люблю. На самом деле у него были… После этого он вообще увлекся строительством. Потом он начал строить свой дворец. Знаменитый дворец. Располагался он недалеко от храма. Разделял то место, которое он выбрал для строительства дворца, разделял овраг, он его засыпал, что тоже была, в общем-то, немалая работа для того времени. Вот. И стал строить дворец, достаточно тоже венечественный. Обычно в Библии он называется «дом ливанского кедра», из-за чего некоторые историки сделали вывод, что он был из дерева, просто из ливанского кедра сделан. Это не так. Это описывает Флавий, это описывается в Третьей книге царства. Он, конечно, был каменный. Это был комплекс из пяти зданий, каждая, примерно, высотой из пятиэтажный дом, за исключением колоннады. А вот колоннады, присутственный зал, то есть, куда люди приходили ждать царского суда, еще не сам тронный зал, он был, действительно, там стояли сорок пять колонн из ливанского кедра. Естественно, обделанный с резьбой, со всеми делами, покрытый золотом, но это были колонны из ливанского кедра. И поэтому вот этот зал был дом из ливанского кедра, там надо было ждать царя, когда он соблаговолил себя принять. Оттуда все это переходило в трон, в тронный зал, где шли разборки, потом, естественно, было помещение личное, покое царя, был дом для жен царя. Большую его часть составляли покоя вот эта египетская принцесса, ну самая именистая жена, как бы, не дать ей приличный покой. – Она была первой женой его или нет? – Идут споры. – Историю молчу. – Сейчас мы перейдем к его женам. – Ай молодец. – Вот, сейчас мы перейдем к его женам, тоже по этому поводу идут большие споры. И был царский гарем. Значит, покои египетской принцессы, плавно переходили в царский гарем. Естественно, были еще конюшни, были помещения для расположения гвардии, которая храняла царя. Вот. И были кухни. Потому что, во-первых, тысяча человек примерно было, только челяди, их надо было кормить, во-вторых, еще были пиры, были гости. Вот. И часть кухонь была под землей. Это тоже написано. Арабы сейчас показывают то место, если вы пойдете на Храмовую гору не через стену плача, а с арабами. Значит, арабы показывают русские скрусоводы, показывают то место, где находился дворец Соломона. Они говорят, что вот это остатки его, это как раз вот здесь находился подвал, где Соломон пытал демонов, жену. Вот. То есть, в принципе, место расположения дворца известно. Дорец тоже был очень роскошно обустроен, тоже был облицован черным и белым мрамором снаружи, снутри весь обложен золотом. Листами не жалели вообще. Вся посуда у царя Соломона написана была из золота. Почему? Потому что серебро в его дни... Царство было настолько богато, что серебро в его дни стало стоить практически ничего. У всех обычных людей была посуда из серебра. Так написано. Вот. Историки это дело, естественно, анализируют и говорят, что да. Иерусалим в его время, он, во-первых, расширил Иерусалим, тоже перестроил его и так далее, был очень богатым городом. Который истребный приходили люди со всего мира. Это был один из главных мировых центров торговли. Вот. Естественно, там были, помимо местных жителей, там были огромное множество гостиниц. Постаяло в дворах. При каждом поставленном дворе были дома терпимости. А иногда это совмещалось, так сказать. Хозяйка поставила в дворах, но именно была мадам. Вот. Очень удобно, кстати. Вот. И поэтому, значит, приходили паломники, во-первых, на праздники. Во-вторых, купцы со всего мира туда стремились. Поэтому жители Иерусалима жили действительно очень и очень богато. Это однозначно. Это правда. Но вот провинция жила... То есть уровень жизни в столице резко отличался от уровня жизни провинции. Ну, это всегда так. Да. Провинция жила намного беднее, хотя тоже голого во времена Соломона не было, как он и молился. Люди жили достаточно сытно, скажем так. Но в той роскоши, которой купался Иерусалим, а он купался в роскоши. Купался в деньгах, в провинции не купался. Более того, Соломон начал реорганизовывать царство. Что он сделал? Мы, как бы говорили, была советская власть долгое время. То есть каждым коленом правил Совет Старейшин. Эти Советы Старейшин оставались и при царях. Они собирались, вносили какие-то решения, которые были обязательны коленам. Получается, что царь правит в Иерусалиме. Потом какой-то совет принял решение, значит, непонятно, что исполнять. Царский указ, значит, или Совет Старейшин. И указ. Это же двоевластие, как дедушка Ленина. Своего рода, да. И Соломону это все очень не понравилось. Он решил сделать следующее. Во-первых, да. Он создал хороший кабинет министров, свой аппарат. Был прием правительства. Министр финансов, министр обороны. Практически все современные должности министров были уже при царе Соломоне. При этом, судя по именам министров, для него не было никакой разницы, какой человек национальности. Среди них были египтяне, были представители местного населения, хананьяне, были федикейцы, кто угодно был. Это был полный интернационал. У него предварительно. Правительство технократов. Что-то выводили, да. Ну, значит, он решил сделать следующее. Значит, чтобы уменьшить власть Совета у старейшин, он разделил всю страну на 12 кругов. При этом, выделив Иудею в 13-й отдельный округ, который, значит, назвал своей вотчиной. И у Иудеи, значит, там практически не было налогов. Это было как бы люди одного колена с царем. У них большие льготы. А вот все остальные, значит, должны были платить. Каждый округ должен был один раз в месяц полностью обеспечивать нужды армии и царского двора на один месяц в году. То есть 12 кругов каждый год по одному месяцу. Границы округов не совпадали с границами колен. Абсолютно. То есть почему? Ну-ка, у жителей число, у каждого колена разное число жителей. А тут же нужно справедливо же, чтобы каждый кормил поровну эту самую армию и платил налоги. Поэтому, значит, разделили на равные части, но границы не совпали. И Совет старейший, значит, уже не мог распоряжаться во всей территории округа. А то есть им смешали карты, конечно. Да, практически он лишил их власти. Это был очень действительно мудрый ход, которым пользовались впоследствии очень многие. На период создания централизованной монархии очень многие монархи к нему прибегали. И надо сместить это, чтобы разрушить вот эти старые родственно-племенные связи. Что он и сделал, значит, благополучно. Вот. Но еще я хочу напомнить, у нас тут недавно один политик очень родился, значит, калахийским государствам и говорил, государство, значит, вроде типа того, что было у евреев во времена царя Давида и Соломона. Так вот. При Давиде, в общем-то, была большая веротерпимость. Но у Соломона было 700 жон, сказано, и 300 наложниц. Семьсот? Семьсот жон и 300 наложниц. Историки оспаривают эту цифру, говорят, что это может быть, ну, видимо, когда, причем, 700 жон, почему они жены, потому что у них все, это все были родовитые девушки. В основном, как бы, дочери царей, церков, князей и так далее. Вот. Поэтому они получали статус жен. Историки говорят, что нет, скорее всего, их было, наверное, меньше все-таки, ну, невероятно, потому что большое количество, даже для самого крепкого мужчины, и даже если учесть, что каждый там всего несколько раз побывал у него в постели. Поэтому, говорят, просто мужской силой было принято на востоке гордиться. И, значит, придворные летописцы раздули вот так число, чтобы показать, ну, вот так. То есть, каждый по нолику приписывал, да? Наш царь крутой. Женщин у нее было много, ему это, значит, ничего не стоило. У него было 700 жены и 300 ложниц. Их тоже надо было, кстати, кормить, и они требовали… в этой религии. Каждый верил у своих башков. Потом в Иерусалиме появилось огромное множество языческих храмов в этот период царя Салома, что очень нравилось человечеству. И пророк Ахия, единственный пророк, который нам известен в период царя Салома, потому что, видимо, после смерти пророка Натана уничтожил сам институт придворных пророков, который был у него и у Шауля, и у Давида, они ему стали не нужны. Пророк Ахия к нему явился и сказал, что передал, значит, то, что ему велел передать Бог, что ты что-то не тот делаешь. Ты от себя Бог ждет, чтобы ты ходил по путям Торы, а ты по ней не ходишь. Ты явно нарушаешь Тору. Торе предупреждаешь, что царь не должен брать, кстати, слишком много жен. Тут уже явно… Что такое слишком много? В Торе указано сколько? По-моему, 18. По-моему, 18. Это предел, который может взять себе царя. Некоторые говорят, что… Я не помню точно, не буду сейчас… Но 18 тоже не было. Но 18 – это уже максимум, как бы. Он не должен был завозить конец Египта, он завез. Ручка, говорит, что Лома делал очень много, но это был… Иерусалим был тогда действительно суперинтернациональный, супертерпимый город. Столица мира. Столица мира, своеобразная, да. Приезжали цари с визитами обязательно, встречались цари, посылали делегации, тоже очень много сказали, по поводу того, как отправились делегации в ту же первую и так далее. Я пересказать не буду. Иерусалим был цветущим городом. Но вот женщины, которая действительно взяла сердце Соломона в свои руки, явно не было. Вот. Возможно, это была царица Савская, которая прибыла уже после того, как он закончил строить дворец, когда прибыла с определенной дипломатической миссией. И, возможно, это была первая женщина, которую он почувствовал равной себе и которую он понял, что он бы полюбил. И история их любви – это тоже особая история. Об этом мы отдельно расскажем. Мы расскажем, наверное, в этом в следующий раз. Спасибо. Спасибо, Пётр Ликимсон. Дорогие друзья, продолжение следует. Историю царя Соломона мы обязательно расскажем в следующих передачах. Всего доброго, до свидания. До свидания.